В оранжевых жилетах и с пустыми плакатами в руках. В Запорожье неизвестные провели странный митинг возле мэрии. Участники акции заявили, что выступают за повышение зарплат коммунальщиков. Впрочем, в профсоюзе говорят об акции, не слышали, а сам митинг проплаченный. Так ли это, разбирались наши журналисты. 60 гривен за час работы. Объявления с таким текстом появились на запорожских форумах и в соцсетях накануне. Неизвестные предлагали прийти на митинг возле запорожской мэрии и постоять с плакатом. Делать ничего не нужно, только держать плакат. Я все время буду на бульваре Шевченко, а плата через меня. Телеканал МТМ позвонил по номеру, указанному в объявлении. Девушка, которая взяла трубку, объяснила, митинг назначен на 16.00 возле мэрии. Я по поводу мероприятия сегодняшнего еще актуально? Да, да. Сейчас уже будет пересчет людей, я сейчас нахожусь на Аллее Славы. 60 гривен оплата. Поведите, наберите меня. 15.30. На бульваре Шевченко собираются люди. Мы также идем в толпу под видом митингующих. Нам предлагают надеть жилет коммунальщика и рассказывают о темах митинга. Нормально коммунальные предприятия и задолженность по работе, коммунальные предприятия. Внести в августе. Получается, что сотрудники там как-то автоматически выживают? Не обязательно, только наоборот, зараживайте в танк. В 16.00 колонны людей двигаются к мэрии. Митинг начинается. Многие митингующие общаться с прессой отказываются. Пришли на митинг и студенты. Узнали об акции так. Получилось так, что мы сидели дома, грелись, чайок пили, а нам звонят, говорят, не хотите заработать денюжек. Мы такие, конечно, хотим. Как вы узнали? Через бабушку я узнал. А она как узнала? А ей там свои подруги сказали. Некоторые митингующие вышли под мэрию с белым плакатом. Не на камеру люди говорят. Организатор акции – человек в синей куртке по имени Дмитрий. Информацию о проплаченном митинге он отрицает. Митинги, которые, скажем так, у людей исходят от их сердца, от их души. Естественно, их нужно каким-то образом дискредитировать. Меня попросили помочь неравнодушные люди. Не знали про акцию и в профсоюзах коммунальных предприятий. Мы смотрели эту массу людей, своих работников мы здесь не нашли. Вот эту массу людей я считаю просто провокацией. По данным с интернет-сетей и слышала среди людей, это люди, которые собрались здесь, получить за деньги они здесь находятся. Через полтора часа колонны двинулись в неизвестном направлении. В свою очередь политологи не исключают. Данный митинг – старт нового политического сезона в городе. Поэтому, вероятнее всего, такая акция будет не последней.